Глава региона подчеркнул, что кубанцы в день выборов не отсиживались дома, а активно приходили на участки. Явка по краю на этих выборах составила порядка 48%. Для муниципальных выборов это очень хороший результат и радует, что активность избирателей не снижается уже на протяжении нескольких лет. А значит, люди действительно верят в эффективность власти. Должен сказать, что голосование прошло в спокойной обстановке, честно и прозрачно, без серьезных нарушений. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за хорошую работу всех участников избирательного процесса. Прежде всего, краевую избирательную комиссию, территориальные избиркомы, наблюдатели и, конечно же, кубанскую полицию за обеспечение безопасности. Должен сказать, что на этих муниципальных выборах многие кандидаты выдвигались не в первый раз. Свою результативность подтвердили шесть глав районов. В трех муниципалитетах были выбраны новые руководители. На местах обновилась практически половина депутатского корпуса. Уверен, победу одержали только достойные. И отмечу, более 80% из них это кандидаты от партии «Единая Россия». Но при этом высокую активность в этой избирательной кампании, конечно же, проявили и другие политические партии. На этих выборах их было 14. Многие кубанцы проголосовали за их кандидатов. И мы, безусловно, уважаем этот выбор. В активную борьбу с единороссами партийная оппозиция вступила за одно из главных мест в этой избирательной кампании – мэрское кресло в Сочи. На выборах участвовали кандидаты сразу от нескольких партий. За справедливость, коммунисты России, ЛДПР и КПРФ. Сочинцы свой выбор сделали и большую часть голосов отдали за кандидата от партии власти. Убедительный результат также показал и город Сочи. Жители города отдали более 70% голосов за действующую главу Анатолия Пахомова. А значит, сочинцы сделали выбор в пользу проверенной власти на отлично сдавший олимпийский экзамен. В целом, эти выборы еще раз доказали, что на Кубани верят делам, а не словам, выбирают стабильность и конкретные результаты. Поздравляю победивших кандидатов, желаю плодотворной работы на благо нашей Кубани и всем ее жителям, естественно, тоже от всей души поздравляю. В сегодняшней нелегкой экономической и политической ситуации важнее всего обеспечить исполнение всех социальных гарантий и обязательств, особенно на местном уровне. Так что впереди у всех много работы.